Школьникам с 5 по 11 классы на уроке разговоры о важном расскажет о дне народного единства. Напомним, эта неделя сокращенная. 4 ноября на календаре государственный праздник. Здравствуйте, вы смотрите новости верхняками. В студии работает Елена Колесникова. И вот главный тема выпуска. Несколько ДТП и сильный пожар в эти выходные в Березняках было неспокойно. Далее в выпуске сводка происшествий. Компенсация аренды жилья и питания в детских садах. Чем еще будут помогать семьям мобилизованных? Быстрее и выше. Больше 300 спортсменов собрались в темпе на троеборье шипов каюнных. Какие результаты показали наши спортсмены? Обо всем подробно расскажем в ближайшие полчаса. На дорогах снежная каша. Синоптики рассказали, на этой неделе в Пермском крае температура будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Мокрый снег будет сменять дождь. Будьте осторожны на дорогах. Возможен гололед и плохая видимость. Уже завтра сформируется частный циклон над Южным Уралом. Выпадет новая порция осадков в виде мокрого снега. Ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Днем от 2 градусов тепла. Осадки усилиться могут в среду. Придет циклон с юга. Столбик термометра днем поднимется до плюс 4. С четверга температура начнет понижаться. Ночью минус 1, днем плюс 1 градус. Минусовая температура будет ночью в пятницу. Днем лишь плюс 1. В выходные будет облачная погода. Днем температура воздуха может составить минус 4. Но синоптики предупреждают, что прогноз может измениться. Сегодняшняя ночь была неспокойной для огнеборцев. На авторазборке в Суханово вспыхнул пожар. Стихия унесла жизни троих человек. Подробности случившегося и про другие ЧП готов рассказать Сергей Каленек в рубрике «Происшествия». Сегодня в 5.40 утра поступило сообщение о пожаре в пристрое к ангару. На место возгорания приехали 26 человек личного состава и 8 единиц техники. 6.37 пожар на площади в 93 квадратных метра потушили. Под завалами обнаружили тела трех человек. Накануне в 12-м часу ночи по улице Пятилетки ехал Ренуар Канна под управлением 41-летнего водителя. В районе Уралкали он не пропустил карету скорой помощи. В районе дома номер 63 при проезде на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, который осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора и не убедился в безопасности своего маневра. После удара скорая перевернулась в ДТП, где вина, скорее всего, обоюдная, никто не пострадал. Водители были оштрафованы. Покое 60. У меня камеры сейчас все сняли. Вот камеры снимают, вот смотрите. Ну что творите-то? 39-летняя женщина на троллейбусе поворачивала налево и не пропустила Волгу, 20-летний водитель которой пытался проскочить перекресток. ДТП произошло в субботу в 6-м часу вечера. Пострадавших не было. Он хотел проскочить на желтый свет, свет уже и ехал. А троллейбус поворачивал в это время. Он не видел, что тот мчится на скорости. Ну и вот получил удар в это самое, в боковину. Его развернуло. Всего за эти выходные произошло 6 ДТП. Пострадавших нет. В госавтоинспекции просят водителей не лихачить, соблюдать дистанцию и боковой интервал, учитывать погодные условия. Сводку происшествий подготовили Сергей Калиник, Сергей Александров. Новости Верхникаме. 9 пьяных водителей за пару дней. В эти выходные инспекторам ДПС было не до отдыха. Прошли сразу 4 профилактических мероприятия. Опасные водители, встречная полоса, внимание, пешеход, ребенок на дороге. На ночном рейде побывал и наш корреспондент Сергей Калиник. От вас зависит наше здоровье, наша безопасность. Примерно так. Как и от нас то же самое, да? Давайте. Хорошей вам дороги. Внимательнее, пожалуйста. В пятницу 10 часов вечера поступил сигнал. В районе Мелодии пьяный водитель раскатывает на кроссовере. Полчаса поисков не привели к должному результату. Нарушителю удалось скрыться. Здравствуйте, инспектор ДПС. Таршин, председатель Ласкин. У меня права я дома оставил. Можете по базе пробить. Угу. А этот водитель забыл удостоверение. Штраф за подобное нарушение 500 рублей. Его проверяют по базе данных. Документы в порядке. Есть только неоплаченные штрафы. Следующий остановленный водитель также забыл дома удостоверение. А этот нарушитель не успел оплатить вовремя. Когда такой закон вышел? Статья 20-25, она всегда была. 60 дней дается на оплату штрафа. Да, ага. 200 это по скидке. После этого предусмотрена статья 20-25. На оплату штрафа встал. Было допустим 500 рублей, станет 1000. Это по суду. Нарушителя ознакомливают со статьей, и он соглашается. В эти выходные прошли сразу 4 профилактических мероприятия. Опасный водитель, встречная полоса, внимание, пешеход, ребенок на дороге. Березняковские сотрудники ГИБДД пресекли 138 нарушений. Из этого числа 9 ездили за рулем под шофе. У пятерых не было прав. 22 не пропустили пешеходов. На самих пешеходов составили 32 протокола. Также в списке 21 тонировка и 9 материалов за неуплату штрафов в положенный срок. В масштабах края цифра куда внушительнее. Было пресечено более 8 тысяч нарушений. 113 пьяных, 17 лишенных, 68 вообще не получали водительское. 356 пешеходов перешли в неположенном месте. ГИБДД обращается к участникам дорожного движения. Будьте предельно внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Если вам стало известно о случаях нетрезвого вождения, звоните в дежурную часть по телефону 102 или 112. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сергей Калиник, Сергей Александров. Новости Верхнекамья. Напомним, на прошлой неделе депутаты Березняковской городской думы приняли решение о помощи семьям мобилизованных. Компенсации, аренды жилья и затрат на питание в детских садах – это только часть мер поддержки. Сегодня в администрации рассказали и о других решениях. Как будут помогать семьям призывников, расскажет Евгений Казанцев. Приняты ряд решений совместно с депутатами городской думы по финансовой помощи. Вот об этом сегодня, наверное, хотим пообщаться, довести информацию до всей жителей города. Ну и в целом, может быть, обменяться мнениями. Начальник управления образования Александр Моисеев рассказал о нововведении с 1 ноября. Для детей мобилизованных граждан устанавливается бесплатное посещение детских садов. Для оформления льготы маме или другому законному представителю необходимо обратиться к заведующей детского сада. Понадобится написать заявление, к нему приложить паспорт. Свидетельство о рождении ребенка, в котором в графе «Отец» должны быть данные мобилизованного. И снил с матери и ребенка. Справка о мобилизации гражданина, если есть на руках. Если нет, ее может представить Управление образования. Также мера поддержки предусмотрена для военнослужащих, непосредственно находящихся в зоне действия специальной военной операции. Перечень документов аналогичный, но в данном случае документ, подтверждающий, что гражданин находится в зоне действия операции, маме надо будет представить самостоятельно. Получить справку о мобилизации родственника можно самостоятельно в военкомате под роспись. Однако со справкой может помочь и администрация города. Также совместно с Союзом ветеранов боевых действий был открыт счет, на который можно отправить средства для поддержки мобилизованных. Тут даже не обсуждалось. Мы целиком и полностью поддержали инициативу администрации. И для этого, именно для этого открыли счет, куда могли бы перечислять денежные средства и предприятия города, и физические лица. И эти средства будут направлены, конечно, только для реализации заявленных целей. Подробнее о необходимом обмундировании рассказал Олег Мизин. Администрация города тесно взаимодействует с воинскими частями, куда были направлены наши земляки. Оттуда и поступают запросы, каких вещей не хватает для снаряжения наших бойцов. Специальные противоосколочные очки, бензогенераторы, дизель-генераторы, тепловизоры. Это такая специальная техника, которая поможет им, в первую очередь, максимально защитить их жизнь и здоровье. А во вторую очередь, конечно же, поможет им выполнять те задачи, которые перед ними будут поставлены. Конкретной суммы сбора нет, однако поделились расчетами. Средний бойкомплект стоит порядка 120 тысяч рублей. На сегодняшний день есть 23 заявки на получение такого комплекта. Плюс нужно закупить большое количество медицинских приборов для медроты, в которые вошли некоторые березняковцы. Также сказано, что будет выполнена единовременная выплата 15 тысяч рублей на каждого ребенка, чьего отца мобилизовали. Для оформления выплаты необходимо обратиться в службу социальных участковых. В настоящее время принято 105 заявлений на 152 ребенка. В ближайшее время средства начнут поступать. Евгений Казанцев, Степан Некрасов, Новости, Верхнекамье. Продолжение темы военной службы. С завтрашнего дня начинается осенний призыв на срочную службу. Напомним, из-за частичной мобилизации сроки были сдвинуты на один месяц. Согласно указу президента, в рамках осеннего призыва на военную службу планируют призвать 120 тысяч россиян. Это на 7,5 тысяч меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тысяч меньше, чем весной этого года. Еще раз отметим, граждан, которые будут призваны осенью на срочную службу, не планируется привлекать к участию в спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Срок прохождения срочной службы также остался неизменным – один год. Быстрее и выше. В минувшие выходные в Березняках прошло первенство по легкоатлетическому многоборью шиповка юных. Спортивная школа Олимпийского резерва «Темп» приняла на своем манеже более трех сотен юных атлетов со всего края. Как будет развиваться королева спорта в регионе, расскажет Ксения Калугина. Легкую атлетику все считают королевой спорта. И я сегодня каждому из вас желаю почувствовать себя королем на своей дисциплине. Пермь, Березники, Кудым, Каркуида, Лысьва, Кунгур, Ильинский, Соликамск и Краснокамск. Более трех сот участников. Юные спортсмены мало чем отличаются от взрослых. Тот же огонь в глазах – сосредоточенность. Именно сейчас начинается важный этап. С этого возраста начинается выход большой спорт. Пусть они начинают тренироваться, им понравится, они будут задействованы, они будут заниматься и предоставлять легкую атлетику. Пусть кто-то на городе, кто-то на первенстве края. Среди юных спортсменок и Екатерина Абдулина из Перми Катя занимается легкой атлетикой около двух лет. Пока результатов нет. Да и не все получается с первого раза, но эта смелая девочка не сдается. У меня папа занимался, и мне очень понравился спорт. Первый год, когда я начала ходить, мне очень понравилось, и я решила дальше идти к победе. Первенство Пермского края по легкоатлетическому многоборью шиповка юных проводилась по трем возрастным категориям. Каждый спортсмен выполнял три вида – бег на 60 и 600 метров и прыжок в длину с разбега. А разбежаться действительно нужно, ведь сегодня каждый может получить шанс попасть в сборную Пермского края. Но, несмотря на соревновательный дух, дружба превыше всего. Давай! Давай, Алена! Давай! Кстати, теперь заниматься легкой атлетикой в крае будет престижнее. В сентябре в Кемерово во время форума «Россия – спортивная держава» Пермский край заключил со Всероссийской Федерацией легкой атлетики договор о развитии. Благодаря заключению этого соглашения мы получили два всероссийских старта на будущий год с проведением в Пермском крае. И одно из них очень серьезное – это будет Кубок России по полумарафону, который пройдет в Перми в рамках первенского марафона. Это большое мероприятие, нас ждет целый год огромной интересной работы, чтобы все прошло замечательно. По результатам шиповки из 18 призеров – половина березняковские спортсмены. Дальше они отправятся на первенство по Приволжскому федеральному округу. Кто знает, может, среди этих спортсменов вырастут новые олимпийские чемпионы. Ксения Калугина, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. В Перми решили возродить традицию советского прошлого. Пермский завод «Форвард» в 2023-м начнет выпускать велосипеды «Кама». Планируется, что первая партия будет готова уже в первом квартале следующего года. В Перми для этой модели будут производить стальные рамы, вилки и алюминиевые ободья для колес. Некоторые детали планируют поставлять из Китая. Планируется, что велосипед будет с 20-дюймовыми колесами. Его рама станет более широкой и прочной, чем раньше. А светоотражатели заменят на LED-фары. Геометрия рамы будет не как у советской «Камы», а как у всех наших складных недорогих велосипедов. Таких моделей, как «Арсенал» и «Альтаир», сообщил коммерческий директор компании Алексей Бояршинов. В 2023-м году завод собирается выпустить около 3000 велосипедов. Первую партию обещают изготовить в первом квартале, вторую – ближе к лету. Велосипеды «Кама» планируют продавать в России и Белоруссии. Оптовые компании и крупные магазины Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Центральной России и Белоруссии сделали заказы. Цена велосипеда в розницу пока не установлена. Но для пермяков компания планирует сделать скидку. На территории Верхнекамья будет курсировать 11 новых междугородних автобусов. А в Кизеле в следующем году отремонтируют дороги. О чем еще говорят в соседних городах края, уже готова рассказать Екатерина Зибзеева в нашей постоянной рубрике «Верхнекамье сегодня». Привет, Верхнекамье! В ближайшие пару минут расскажу о значимых для жителей Прикамья новостях. В минувшие выходные на линию вышли 11 новеньких автобусов. Перевозчик компании «Дизель» получил современные транспортные средства для работы на междугородних маршрутах – Перм-Соликамск и Перм-Кизел. Новые большие машины укомплектованы специально для долгих поездок. Кондиционер, работающий как летом, так и зимой. Удобные кресла с ремнями безопасности и индивидуальным светом. Перемещаемся в Кизел. В следующем 2023 году в городе планируется ремонт дорог. Об этом заявил глава округа во время прямого эфира. Так, на участке улицы Юных Коммунаров от пересечения с улицы Советской до улицы Энгельса планируют заменить дорожное покрытие проезжей части, а также обустроить тротуар, положить бордюрный камень и покрыть асфальтом. Также в приоритете на следующий год стоит ремонт путепровода, ведущего в микрорайон «Строитель», мост, который еще в середине прошлого века привезли из Германии, давно требует ремонта. Уже сейчас есть проект реконструкции и получено положительное заключение экспертизы. К новостям Александровского округа. Одна из местных школ прошла конкурсный отбор на получение субсидий для оснащения школьных мастерских по предмету технологии. Так, в числе 15 победителей конкурса – Яйвинская школа. Совсем скоро там обновят школьную мастерскую для мальчиков. Размер субсидий составит порядка 3,5 миллионов рублей. Переносимся на север края в Соликамске в эту пятницу 4 ноября в Ботаническом саду состоится туристический слет. Песни у костра, полоса препятствий и десятки конкурсов соберут в одном месте любителей туризма. На слет также ждут и зрителей. Старт конкурса в 12.00. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Екатерина Зибзеева и Сергей Александров. Закопать в землю несколько золотых монет, а на утро удвоить куш, пожалуй, хотел бы любой взрослый. Известный всем герой детской сказки «Буратино», очутившись в стране дураков, на своем опыте понял – нельзя доверять незнакомцам. Какие жизненно важные уроки для юных березняковцев подготовили артисты театра «Бенефис» – уже готова рассказать Екатерина Зибзеева. Несмотря на простой и всем знакомый сюжет, история о деревянном мальчишке «Буратино» будет актуальна всегда. Заботиться и уважать родителей, быть добрым и понимающим по отношению к другим. И, конечно, не доверять незнакомцам. Вот три кита старой доброй сказки о приключениях «Буратино» в формате мюзикла «Сказочная история» сегодня жила на сцене «Бенефиса». Спектакль поставлен благодаря проекту Министерства культуры Пермского края. Спектакль большой, яркий, интересный. В нем задействована вся актерская труппа. Будут песни, танцы, кстати. Музыка написана известным березняковским композитором Олегом Першиным. Авторская музыка и тексты песен были написаны березняковцами Олегом и Анастасией Першиными, а также артистом театра Станиславом Латыповым. Писать музыку после знакомой всем тема «Буратино» – дело рискованное, но публика не скупилась на хорошие аплодисменты. Пускай приучаются к культуре. Пускай развиваются. Пускай развиваются. Понравилось? Да. Кто больше всего из героев понравился? Буратино. А почему? Ну, потому что у него длинный нож, и он может куда-нибудь воткнуть. Чтобы Ленга порадовать, чтобы он к культуре приучался, чтобы знал сказки наши хорошие. Как вам спектакль? Очень понравился. Такие костюмы красивые, такие актеры. Здорово просто. Тебе понравился, Тимоша? Да. На сегодняшний день дети очень погружены в телефоны. Мы это знаем, в телевизор. Мы стараемся нашим классом часто посещать премьеры. Именно «Бенефиса». В планах у артистов «Бенефиса» и дальше помогать юным березняковцам погружаться в мир искусства. Ведь благодаря театру у ребенка развивается художественное мышление и любовь к прекрасному. Приключения Буратино на сцене в ДК имени Ленина покажут и в следующее воскресенье, 6 ноября. Приходите. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Мосфильм узнал самую любимую сцену в советском кино. Фраза «Лютк, а лютк» из кинофильма «Любовь и голуби» завоевала симпатии россиян. А мы вышли на улицы города, чтобы узнать, какие моменты из советского кино запомнились березняковцам. Момент из фильма «Любовь и голуби», когда Васяш, главный персонаж, попался в руки Гурченко. Шурик книжку читает с девушкой, едет и книжку читает, а потом домой к ней приходит. Очень люблю кино, девчата смотреть. И знаете, вот там самый последний момент, когда они целуются, и она говорит, ну надо же, я думала, что нос будет мешаться. Как долго я тебя искала? Это Москва слезам не верит. Какая гадость, это Ваша заливная рыба. То есть что-то тоже идет не так, соответственно, говоришь, что, ну, собственно говоря, какая гадость Ваша заливная рыба. Не виновата я, он сам пришел. Бриллиантовая рука, да? Да, бриллиантовая рука. Пилите шура, они золотые. И, конечно, за стапа Бендера там достаточно много вот этих таких фраз. Людка, а Людка? В «Любови и голуби»? А сучка ты крашеная? Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет волок. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамия». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту тнт.ньюссобакамайл.ру или по телефону 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит сертификат на 1000 рублей в золотой магазин. Вы смотрели главные новости Верхникамия. Далее вас ждет прогноз погоды. А я же с вами прощаюсь. В студии работала Елена Колесникова. Всего вам доброго и хорошего вечера. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. Будьте предельно аккуратны на дороге. Синоптики прогнозируют мокрый снег, который будет сменяться дождем. Местами будет видимость 40 метров. В Березняках во вторник температура ночью плюс 2, снег с дождем. В дневные часы плюс 2, дождь. В Соликамске дождь и плюс 3. В Александровске снег с дождем и плюс 2. В Губахе мокрый снег 2 градуса выше нуля. И в Кизеле снег и плюс 1. 1 ноября атмосферное давление 737 мм штутного столба. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова